друзья всем большой привет сегодня подниму такую небольшую тему это но периодически возникает вопрос у людей я соответственно периодически отвечаю для чего столько отверстий на рабочем столе нашего лазерного маркера для чего столько вообще крепежных болтов для чего столько упоров если что пройти внимание на этом рабочем столе по крайней мере используется минимум 4 упора вот из них два только лишь фиксирующих и два дополнительных и здесь кто обратил внимание у меня на упоре в этой части проделана специально еще одно отверстие и здесь такое же отверстие дополнительно стоит по что мы бывать не хватает чтобы не ну так скажем по-русски не гандонить стол кстати отдельно в ее девушкам за их молчаливость им отдельное спасибо ну просто девушка сняться эти подачу за финить по добрый день парни на всем большой привет а почему девушка по неприятный вот девушкам отдельный привет и отдельное спасибо за молчаливость так вот чтобы не гандонить стол либо рабочую поверхность стола я застилаю так вот но либо ходе в материалом самым дешевым то что есть в принципе копейки стоит ну условно скажем что копейки но листа хватает надолго вот он бывает от перегрева взбучивается вздыбливается вот я прижимается ты садок распорочками дополнительными использую любые болты то же самое дело здесь это стопор по верхней части крюка вот и направляющая фиксации крюка но это направляющая здесь заканчивается у нас в никуда вот и так как это надо было делать не я работа была делать сотрудник то я прекрасно понимаю что если бить сильно так вот ребята керачить бить ну прямо не знать чего от злости от от радости не знаю чего человек херачит так если так херачит то упор любой упор как он не был сильно зажатого может потихонечку съезжать но если маленьким молодушкам долго бить голову по можно пробить отверстие насквозь и говорится вот поэтому делаю до фиксацию вот такими вот направляющими есть еще один вариант я раньше так делал но от этого продачи лучше лучше столу не становилось я приклеивал их на двух компоненты клей вот то есть потом приключил болтами и соответственно все это потом хотелось сбивать то есть это меняешь там за день три-четыре раза вложименты там направляющие все остальное то приходилось сбивать участок стол но был отвратительного качества пусть на садки клей приходилось ошкарябывать я решил от уйти делать именно таким способом теперь наверное вкратце я расскажу про параметры которые используют для быстрой гравировки скажем поверхности и поясню почему используем такие параметры вот всегда стоит вопрос цены вот и здесь она у нас фиксирована очень жестко очень прям так упорота фиксирована цена и к сожалению цена не меняется количество работ постоянно увеличивается увеличится план на то что у нас раньше был только лишь крюк по моему был то есть воде 2 как крючка буковка дмитриенко было где-то здесь по-моему написано то есть мы было по минимуму значков сейчас нас увеличилось то что мы стали делать массы нагрузок дмитриенко здесь пишем здесь пишем название крюка плюс начали бить дату вот естественно числа выглядит коричневая неоттертая если мы это трем она будет увидеть черного цвета параметр максимально быстрый максимально дешевые скажем так но это тот параметр при котором получается гарнировка маркировка скажем так черного цвета но при этом она минимально расходует моего времени и получаю максимальное качество но максимально именно в этой ценовой политики сейчас бы сразу не рассказывать про кью пульс мопу про частоты скоростей мощности то есть было на чем это не овации было подобра подобран оптимальный вариант сейчас вам покажу как все выглядит и более потом тоже расскажу почему но так обычно я сбиваю по секторам то есть отдельно разбивается одна часть то есть одна часть вторая часть на третья часть и 4 часть в этот раз я не смогла заморачиваться сделал общую заливку полностью то есть без всяких заморочек плотность идет всего лишь две сотых миллиметра то достаточно способ заливки двойной с прерывистой потому что здесь необходимо работать именно этим способом чтобы у нас вот такие буровки от типа d кей там крючки они бились за один проход то есть в один штрих без прерывания если мы будем использовать тот же самый скажем там змейку двойную непрерывистую то во время заливки будут переходы и вот эти переходы будут видны во время гравировки но после гравировки поэтому мы их сразу включаем это варианты гравировки да он был бы быстрее он был бы эффективнее возможно и края были более-менее ровнее но в данном случае мы включаем и здесь другая фичка в том что скорость на сегодня 500 метров в секунду поэтому я более или менее настроил старте 70 который подходит именно вот в данной ситуации по данные параметры частоту задрал чуть-чуть повыше чтобы металл не не сильно горел но при этом оставлял черный такой укрывистый слой нагара именно чернение скажем так по металлу и мощность выбрал понимали вариант это 85 процентов мощности то есть это ни много ни мало этого достаточно при скорости 500 можно поставить конечно скорость 600 и мощность 90 процентов но тогда начинаются легкие смазывания по краям у нас это раз это первый момент и второй момент получается мы начинаем станок немножко насиловать таких параметрах то что мне тоже не нравится и по времени если допустим данная гравировка на замет времени скажем но образно говоря порядка 10-11 секунд то на скорости 600 мы будем делать там за 9 половиной секунд то есть полсекунды но не сыграет роли потому что объясню при ну пускай там день там дожделся 2000 крючков то есть 1000 секунд 10-15 времени сэкономим в день это не критично но критично будет для станка то есть вы убьете на час жизни будем меньше в этом мире как говорится вот теперь касаемо гравировки самой скорость время качество защита я рекомендую обычно но висит очки закрывать полностью свое тело потому что при таких мощностях работы на маркерах есть шанс получить все-таки ожоги кожи поверхностные всегда рекомендую закрываться вот всегда рекомендую работать в защите то есть максимально плотное лицо потому что лучше может отражаться чего будет покажу от чего почему и как просто в самом процессе гравировки все что здесь горит лучи рассеиваются в разные стороны материал пвх белого цвета хорошо отражает любые спектра света все остальное и все это летит вашу сторону до маленький процент от всего что там светится но все равно часть летит вас прямые лучи мы их исключаем обычно закрываю стоит хорошо все закрывать хорошо плюс помимо этого дает приток воздуха непосредственно через саму заготовку и тем самым у нас лучше продувается за зона гравировки то есть и плюс мы включаем прямые лучи но у нас она есть лучи отраженные от короба то есть коробов закрыть все полностью в закрытом боксе работать ну я стал бы более чем невозможно потому что потеря времени будет в три раза закрыть открыть бокс но просто в 2000 раз в день бы его задрюкаете это 1 плюс у вас рука устанет крючок сменить его выдернули там скинули поставили новые то есть это несложно вот короб захлопывать постоянно либо ставить защитный экран глухой скажем так у поднимать убирать постоянно но это это марокко марокко это первый раз второй раз второй там это то что все ваши распорочки они не будут соответствовать вашему защитному экрану плюс фокусное расстояние плюс габаритные изделия они бывают разные абсолютно участвую с туркой из сплав не латунь было куда такой интересный такой но более скажем так серебристый оттенок не будут он был больше похож на золото ну что-то типа латунированной части но гравировался прикольно но опять же спектр вот такой что светило в разные стороны блин ну там чем скошки столько такого размера здоровая вот поэтому кита экраны стоит защитный но блин вряд ли вряд ли есть еще один вариант для долгих гравировок экранчик специально металлические такие ставятся из трехсекционных вещей мне показался один из подписчиков наш евгений вот из местных краснодарских прикольных систем эти кранчики можно прицепить ну кому тесно поставку сделать небольшую по этим экраном но в целом принципе я вот таким вот образом защищаюсь одевая очки и максимально там отворачиваться от процесса но опять же при 10 секунд нам гравировки надо за минуту делать 4 замена изделия и детали то есть так вот и нажимать соответственно педаль под ногой сейчас сделаем с вами тест покажу как это все выглядит проход все очень громко очень шумно поэтому тоже надевать наушники есть но если есть такая возможность там ну и параллельно можно пока смотреть кино либо какие-то ролики и заниматься гравировкой это моя такая вот рекомендация ребята видос был актуален смотрим сейчас гравироваться не забываем пишем как всегда ставим лайки кому интересен канал про полеты я периодически буду сидеть выходные дни потому что состояние убитого человека ну надо исправлять реально просто я засаду не вижу там сообщение там стол по 200 сообщений ватсап и все вопросы вопрос вопросами проповед бесконечный такой экзамен экзамен по гравировке так вот по станкам по гравировке когда не задают вопросы на на них на все время отвечать ну устаешь на самом деле давайте делаем сейчас тест и посмотрим акцию выглядеть ну что вкратце финал очка время гравировки 10 секунд этого более чем достаточно по времени то есть но скажем так оптимальный вариант при условии замены каждой детальки занимает примерно 15 секунд гравировка одного изделия то есть 4 изделия минуту 4 нажим на 60 получаем 240 изделий в час то есть при четырехчасовой смене мы получаем примерно 900 960 изделий вот при восьмичасовой смене мы получаем ну грубо говоря там 800 1800 изделий это оптимально то есть больше чем есть не надо меньше чем есть тоже не надо вот станок полтинник g5-шка справляется с легкостью опять же работаем на линзе f 163 это линза 100 на стол вот про это прям подробно рассказывать не буду но потому что про линзы этот фокус на расстоянии уже я рассказал много-много раз такая интересная тема конечно но она немножко неправильно чуть-чуть кривая вот эти цифры в 163 в 160 там рабочее поле у кого-то просто 10 на 110 кто-то на 100 у кого-то 112 рабочее поле я потом может отдельно подобно разъясняю пообъясняю ребят но по видосу думаю принципе все понятно вам хорошее настроение в хорошем гравировке не забывайте ставить лайк подписка и задавать вопросы только актуальные по мере возможностей потому что реально бывает устаешь от куча куча вопросов которые постоянно вы пишете на ютубе вы пишите также вопросы на ватсап и этот шквал сообщений он потихоньку начинает убивать все ребят хорошие настроения всем пока пока журнал о ч Studio о камере и что